Карт-центр Приморского кольца появился во Владивостоке в 2014 году. Тогда же и было решено испытать его полноформатными соревнованиями по картингу. Этаким первооткрывателем стал чемпионат со сказочным названием «Властелин кольца», который вот уже четвертый год дает возможность почувствовать себя хоть и маленьким, но все же гонщиком. «Властелин кольца» – соревнование для всех. Любой желающий может приехать, подать заявку, пройти предквалификацию, показать свой результат и принять участие в соревнованиях. То есть оно доступно абсолютно для каждого. Единственное ограничение – это возраст. То есть в соревнованиях может приехать участие со 16 лет. Чемпионат с прошлого года разделен на 4 сессии, соответствующие временам года. Каждый гоночный день проходит одинаково, а именно в 3 заезда. Квалификация, полуфинал и финал. Участников делят не по возрасту, а по весу, так как масса пилота играет в картинге не последнюю роль. Ради справедливости гоняют все на абсолютно одинаковых картах – французских соди, которые считаются лучшими в мире. Но новичкам это ни о чем не говорит. Им интересен любой опыт. Участвую второй раз, но первый раз участвую в 2014 году, то есть уже достаточно давно. Ну, опыта особого нету. То есть так раз в полгода приезжаю покататься, и тут вот решил поучиться поездить, грубо говоря. То есть какой-то конкуренции особо я тут не составлю, но так в серединке где-то более-менее. Тем, для кого властелин кольца со временем становится слишком легким испытанием, дается возможность показать свои водительские навыки и в более серьезном и статусном чемпионате СВС. И то, и другое проходит на премьеринге, но характер у этих соревнований абсолютно разный. Ну, мне нравится здесь больше. Потому что СВС там конкуренция очень жесткая. Там если человек уже реально там лучше ездит, то он уходит сразу. Там его практически не догонишь. А здесь стыковки всякие, аварии. Тут как бы интереснее. То есть тут как бы все время на газе, на тормозе держишь. Вот эта маневренность нужна. Оба чемпионата, к слову, могут послужить отличным началом гоночной карьеры. Пример Петра Сидоренко, победителя Sodi World Series в прошлом году, доказывает, что картинг во Владивостоке существует не только на любительском уровне. Петр, благодаря своим победам, смог выступить на всемирном гранд-финале в Париже. И это всего с двухлетним стажем. У нас была практика, да. В прошлом году мы отправляли нашего пилота. И он показал достаточно неплохой там результат. То есть не опозорил нас. То есть все-таки накат, который мы здесь даем, достаточно для того, чтобы во Франции на гранд-финале на чемпионате мира показать достойный результат. Хоть на дворе уже и весна, однако сейчас идет именно зимняя сессия «Властелина кольца». Пройдет она в три этапа и завершится в конце апреля. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.